Это видео будет полезно тем людям, которые только собираются приехать в Соединенные Штаты Америки. Чтоб вы знали, каждый человек в Америке, который живет и имеет автомобиль, платит за него страховку. Сегодня у меня снялась кругленькая сумма. Я плачу страховку, чтобы экономить сразу за полгода. 1172 доллара сегодня сняли меня за автомобиль 2023 года. Получается, за страховку автомобиля в месяц я оплачиваю 195 долларов США. Какая же еще есть у меня страховка? Сегодня у меня сняли страховку жизни. За нее я плачу 298 долларов в год. Получается примерно по 25 долларов в месяц. Третий вид страховки, за которую я плачу, это страховка здоровья. За нее я оплачиваю 198 долларов в месяц. Покрытие, конечно, у нее не максимальное, потому что часть денег я должен платить из собственного кармана, но что-то она покрывает. Получаются обязательные платежи у меня 425 долларов в месяц. Это не считая стоимости аренды или покупки недвижимости, кредита на автомобиль, покупки еды. Семья из двух взрослых и трое детей у меня выходит приблизительно 1500 долларов в месяц. Еду я покупаю обычную в магазине Кит Суперс. Это не считая то, что я покупаю еду, когда еду в рейс в магазине Walmart. Это я беру отдельно. Чисто семья, 1500 долларов. Плюс аренда недвижимости. В моем случае это купленная недвижимость, нужно платить банку. Порядка в круг, это все выходит с платежами коммунальными, в районе 2000 долларов. Стоимость мобильного интернета на всю семью 100 долларов в месяц. При том, что телефоны всегда я покупаю за наличные, никогда не беру в кредит. Домашний интернет Wi-Fi обходится мне 70 долларов в месяц. Кредит за автомобиль 500 долларов в месяц. При том, что пол стоимости автомобиля я внес как down payment. Первоначальный взнос. Получается минимум, что мне нужно заработать, где-то 4000 долларов в месяц, ребята. Не считая того, что можно еще ходить в рестораны, в кафе, ездить в отпуск. Вот такие расходы. Ну а вы напишите в комментариях, какие расходы у вас.